В деревне Воря Богородская прошел четвертый фестиваль «Венок традиций». Поистине семейный праздник стал возможен благодаря гранту Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди». Гуляйте, отдыхайте, заряжайтесь хорошим настроением, духом семейственности, духом радости, духом взаимопомощи. Занятия нашлись для всей семьи и всех возрастов. Можно было научиться ручному ткачеству и придению, сшить себе рубашку или юбку, посмотреть, как работают золотошвейки и кружевницы, испечь свой пирог, мастерски распилить бревно, вырезать фигурку из дерева, выковать с кузнецом металлический пруд, а с гончаром слепить свою чашу. Более 20 мастер-классов по народным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству, игре на гуслях и фланкировке. Так называют танец с шашками, фотозоны, катание на лошадях, игры и хороводы, книжная выставка и просветительские беседы. Такая разнообразная и насыщенная программа пришлась по душе и детям, и взрослым. От Щелковского благочения с приветственным словом выступил отец Дмитрий. Он напомнил о важности семьи и о семейных ценностях. Сегодняшнее мероприятие вновь говорит о том, какой должна быть семья, воспитывающей, хранящей свои благочестивые традиции, растящая детей, взращивающие таланты. На протяжении всего дня музыкальное сопровождение фестиваля обеспечивали любительские и профессиональные коллективы. Ансамбли кавказских танцев «Алон», «Казачий круг», «Ихти», «Складесь», мультиинструменталист Роман Ломов, фолк-группа «Хвоя» и клуб народного танца «Туда-сюда». Желаем всем участникам фестиваля руками счастья, здоровья, любви, богатства, радости! Фестиваль проходил два дня. Все желающие могли остаться на ночь в своей палатке на территории Покровского храма, а утром посетить литургию. Потом отправиться на Голубое озеро, где для детей организовали активности. Хлебом с солью обеспечили всех. Было организовано платное и бесплатное питание. Горячий чай с травами, обустроен ресторанный дворик. Анна Наприенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.